здравствуйте рад вас всех приветствовать с вами канал expert press и уроки photoshop хочу отметить тот факт что данным видео я возобновляю поддержку своего канала на youtube поэтому призываю вас подписываться ставить лайки включать колокольчик новые видео уже записаны и монтируются и я постараюсь радовать вас новыми видео уроками хотя бы каждую неделю создать файл в фотошопе можно несколькими способами и первый способ создать файл с помощью буфера обмена допустим я в интернете нашел несколько нужных мне изображений далее я копирую изображение буфер обмена возвращаясь фотошоп нажимаю горячую клавишу control n либо можно это сделать через меню создать я предпочитаю горячую клавишу и вот как раз он мне предлагает создать файл с буфера обмена через горячую клавишу control v вставляем наш изображение она вставляется на отдельный дополнительный слой и все можем дальше его обрабатывать или сохранить как нам забыла рассудиться второй способ создания файла когда мы создаем файл непосредственно самостоятельно с теми параметрами которые нам интересуют параметры здесь следующие мы можем задать размеры нашего файла ширину и высоту каких-то удобных для нас единиц и опять же еще раз подчеркнусь мы работаем для полиграфии то здесь удобно миллиметра здесь мы зададим какое-то разрешение которое нас опять же устраивает опять же если для полиграфии то как правило это от 150 до 300 здесь нужно выбрать необходимое цветовое пространство и фон с которым файл будет создан допустим здесь можно задать стандартные размеры листа чтей но чтобы каждый раз нам не заниматься созданием файла с нуля и задавать каждый раз эти параметры размеры можно наши параметры можно сохранить здесь нужно ввести название то как будет называться наша сохраненка файла с таким названием я уже создавал и если соответственно название совпадает видите он не позволяет его перезаписать но ничего страшного допустим мы делали название нажали кнопку сохранить и тогда наша сохраненка появится в отдельной вкладке который как раз и называется сохраняем здесь мы можем достаточно большое сохраненок с различными параметрами создать кроме названия здесь и основные параметры отображены заголовки поэтому это очень удобно также наши некоторые наши сохраненки будут отображаться во вкладке недавние ну по мере так сказать продвижения вот есть какие-то у него тут предустановки которые стандартные идут фотошопе если вам удобно вы их можете использовать ну видно да тут достаточно большой выбор на все вкусы вот тем не менее выберем создать вот наш файл фон белый и так далее но фотошоп не отстает от других производителей и идет в ногу со временем поэтому здесь также как и в других программах появилось такое понятие как монтажные области и здесь так же можно создать для чего фотошоп монтажные области я покажу на конкретном примере давайте для начала создание создается таким образом в имени монтажной области лучше сразу задать размер для чего опять же это делается вы поймете на примере который я сейчас вам которая сейчас вам покажу монтажную область можно регулировать регулировать можно можно ориентироваться на вкладку инфо видите да он не отображает в миллиметрах а удобно как раз было перейти к пикселям поскольку монтажными областями удобно пользоваться именно для веба где это как раз важны пиксели поэтому входим вкладку про единицы измерения задаю пиксель обратите внимание теперь на вкладку инфо видите да вот как раз в этой области этапах отображались размер нашей монтажной области в пиксел разумеется монтажную область можно создать не одно, их можно создать достаточно большое количество, сколько точно я назвать не могу, не экспериментировал. Идеология существования монтажных областей фотошоп это как бы некая структура, которая существует над группой, видно некое такое образование. Идеология монтажных областей фотошоп отличается от идеологии, как они существуют в иллюстраторе, и тем более отличается от идеологии, как они существуют в ин-дизайне. Есть еще один способ создания монтажных областей через инструмент, который прячется за нашим инструментом перемещения, называется инструмент монтажной области. Благодаря этому инструменту мы можем производно рисовать монтажную область. Здесь видите такие интересные плюсики появились. Благодаря этим плюсикам мы можем легко наши монтажные области размножать. настройки. Более того, если мы нажмем на свойства, то появится вот такая вот панелька с настройками, где мы можем тоже много чего повыбирать. Ну вот, например, изменить. в следующем образом. Нам также доступно для редактирования такой параметр, как ширина и смещение по оси X. Вот тоже интересный механизм. Которым нужно воспользоваться при необходимости. Вот, мы создали несколько монтажных. Я заготовил файл, в котором на конкретном примере рассказано, как это все работает. Вот, например, у меня есть свой сайт, на который вы можете зайти и полюбопытствовать. Называется допресс.ру. Вот, например, на сайте существует страница, которая посвящена рекламе. И здесь описаны рекламные места, которые можно выкупить с указанием соответствующих размеров. И как раз под эти размеры я создал наши монтажные области. Можно, конечно, делать по старинке, через файл. Каждый рекламный блок делает в отдельном файле. Но удобно, если вы делаете один дизайн, но на разные размеры. Удобно пользоваться именно монтажной областью, поскольку у вас все тут наглядно. Вы видите, как и что тут происходит. Вот, не надо переключаться, а сразу несколько изображений, несколько видов дизайна сразу у вас перед глазами. И легко перемещать какие-то общие блоки между разными монтажными областями. Не просто перемещать, но и дублировать их и так далее, и тому подобное. Честно признаюсь, это гораздо удобнее работать. Да, поясню за инструмент, которым мы пользуемся. Этот инструмент называется перемещение. Горячая клавиша В. Его можно просто выбрать. Ну, вот смотрите, допустим, выбрал какой-то инструмент. Я нажимаю В. У этого инструмента есть два параметра, которые регулируются галочкой Автовыбор. Если Автовыбор включен, то смотрите вот сюда, то будет активизироваться тот слой, в который я в данный момент попадаю. Видно, да? Но, к примеру, у меня картинка имеет целостный характер. Если я буду этим инструментом выбирать слой двигателя, то получится так, что у меня будет картинка смещаться без нужных мне элементов. Как сделать? Несколько существует способов. Например, все нужные элементы я могла объединить в группу. Как я, собственно, и сделал. Я выбрал нужные элементы и затем через меню новую группу слоев. Я задаю название. И, поскольку я уже это сделал, получится вот такая вот конструкция. Однако, чтобы двигать группу целиком, нужно галочку Автовыбор на инструменте перемещения, отключить. В таком случае, горит у меня будет двигаться целиком. Обратите внимание, как работает монтажная область, да? И то, что выходит как без ее границы, становится не видно. Однако, если я выбил замонтажную область полностью, да? То изображение вновь становится видным. В принципе, такой удобный механизм. Второй способ. Способ объединения. Он может и совместно с группой существовать. Второе изображение у меня тоже соединенного группы. Можно перемещать группу, как я показывал ранее. А есть еще и дополнительные механизмы. Если выделить какое-то количество файлов, ну, можно не все, а даже какую-то часть этих файлов, то существует вот такая вот интересная кнопка, которая называется «Связать слои». Да, на автовыбор, обратите внимание, да? При автовыборе будет выбираться непосредственно слой, на который показывает инструмент перемещения, но при движении будут перемещаться все файлы, которые связаны между собой. Вот. Ну и это еще не все. Специально для веба сделан такой удобный механизм, как экспорт. Им, опять же, можно пользоваться в новых случаях двумя вернее способами. Например, если мы видели какую-то группу, и через это меню выберем «Быстрый экспорт в ПНГ», то у нас будет экспортирована только одна монтажная область. То у нас будет экспортирована только выделенная монтажная область. Если не выделили одну, значит только одна. Обратите внимание, если ни одна монтажная область не выделена, то данное меню недоступно. «Быстрый экспорт в ПНГ» есть еще и через основную область. Здесь нам нужно только указать папку назначения. И вот, пожалуйста, в этом случае он записывает отдельно в каждой файл каждую нашу монтажную область. Обратите внимание, что файлы имеют название по названию монтажной области. И вот как раз этот механизм, когда мы задали в названии размеры, он здесь присутствует. То есть теперь эти размеры будут использоваться в названии файла. И это как раз очень удобно. «Быстрый экспорт в ПНГ». Почему ПНГ и не JPEG? Дело в том, что в отличие от JPEG, ПНГ поддерживает прозрачности. Но в данном случае прозрачности нет. Но, тем не менее, ПНГ – это формат файла, который можно использовать в Web, и тем не менее, и из прозрачности. То есть какие-то другие форматы с прозрачностями, которые поддерживают Photoshop, Objective, PNG и так далее, веб пока не поддерживает. Ну, возможно, это ни к чему, потому что все-таки экономия краски, она даже до сих пор пока еще достаточно актуальна. Ну вот, собственно, и все, что я хотел рассказать на данном видеоуроке. Посещайте наш сайт допресс.ру. Здесь вы найдете много интересных статей о полиграфии. С вами был Эксперт Пресс. Не забывайте подписываться на наш канал. Вас ждет много очень интересных видео, часть из которых уже записаны, которые будут регулярно публиковаться. Включайте колокольчик. Ставьте лайки. Всем спасибо. Хорошего настроения. И пока.